Ну, я сам внес свой посильный вклад в дело борьбы с коррупцией. Ну, пример Грузии же показывает, что можно за какие-то считанные годы просто уничтожить. Мне иногда говорят, ну вот Грузия, она же такая маленькая, ну давайте, допустим, с Тверской губернии начнем. С Тверской губернии полностью, чтобы ни гаишники взятки не брали, ни чиновники, чтобы все было, ни судьи там, не дай бог. Конечно, должен быть мощный противокоррупционный аппарат, должно быть отдельное специальное ведомство, которое подчиняется напрямую президенту, больше никому, подвесно только ему. Люди, которые внедряются во все эти структуры, ведут оперативную работу, которые не подчиняются никаким законам, только своему какому-то внутреннему закону, иначе не победить. Но надо все-таки понимать, что даже, допустим, в Китае, где смертная казнь за взяточность, все равно каждый год казнят десятки коррупционеров, и все равно на следующий год появляются новые. Но свести это все к какому-то минимуму нужно, плюс, к сожалению, нету в обществе вот какого-то неприятия, да, неприятия, потому что если, ой, он берет взятки, и это человек, который вообще не рукопожатный. Да нет, это такой же человек, как все, да, ну просто он работает на такой должности, где он берет взятки. К сожалению, это все-таки трагедия для страны, и, конечно, с этим нужно что-то делать в самое ближайшее время.